Ну что ж, добрый вечер, с вами снова Фаст Трэмол Лайт, и мы продолжаем смотреть игру Hope to Win Gaming. Мы продолжаем смотреть Фаст Кап, это уже финал Фаст Капа, и здесь играют Team Predator против Hope to Win Gaming. Team Predator банят у нас Дон Дайнга, и Hope to Win банят Слардара. В принципе, два стандартных первых бана, очень часто банят этих героев, и также банят Team Predator с аппаратом. Но Зомбика понятно, почему банят, он просто ужасно противный, невозможно против него играть. И забирают опять Shadow Fendai, и опять будут играть на Shadow Fendai, будут делать ему стаки, будут стоять Double Mid, ну, в общем, всячески выигрывать мид. Будут играть через мидера, как это делают большинство команд. Ну, а вся суть в том, что тактика эта действительно работает, и посмотрим, что сможет сделать с таким пиком Hope to Win. Должны понимать, что если СФ на ФП, то все будет играться на СФ, и даже как-то будут убивать этого СФ, этого Overfarm, обязательно СФ, как набить его. Берут Shadow Shaman. Ну, я не знаю, я давно не видел на самом деле Shadow Shaman в действии, возможно, он и сможет что-то предоставить Shadow Fendai и его компании. Но я не уверен, я просто абсолютно не уверен в этом. Посмотрим теперь, чем ответят предаторы. Чем же ответят предаторы? Ну, еще будет второй пик от Hope to Win Gaming. Пикнутый из второго саппорта, скорее всего. И есть хороший саппорт, но нужен теперь саппорт, который будет танковать. Да, это Baratrum. Shadow Shaman и саппорт Baratrum, который будет бегать по карте, наводить грязь. Умни Найт опять заветает от Team Predators. Пока что мало чем отличается этот пик от пика прошлой игры. И... Spirit Breaker. Ну, при грамотном ганге мидан, действительно, можно будет законтрить СФ, но Придас очень часто убивает Shadow Fendai, ибо ему будет делать так, и... Скорее всего, он будет выигрывать мид. Банится у нас Винга. Банится в Phantom Lancer. Также Лерик в бан. Понимает, что нечем убивать Phantom Lancer, Hope to Win Gaming, и решает его забанить. Банится у нас также Эмбер Спирита. Будут, возможно, брать что-то с призывом. То есть, от чего отходят Фисты. Battle Fury от Фистов. Даже интересно, что это будет. Возможно, это будет какая-то Нага, Хаус Найт или... Мипо. Возможно, это будет Мипо. В бане у нас Слардар, в бане у нас Даззл, Undying, Lancer и Эмбер Спирит. Хотя против Ланцера Мипо нормально стоит, но... Главное, что в бане аппарат Слардар, Эмбер Спирит и Undying. И на Мипо можно действительно сыграть. Если все-таки возьмут Мипо. Но мне кажется, что Мипо берут просто в играх один на миллион. В профессиональных играх. Никто не хочет играть через Мипаря, кроме Нутейла. И еще парочки людей. Берут Винд Рейнджер. Опять заходит у нас Винд Рейнджер. По-моему, так... Ну, на самом деле, слабый герой. Он сильный в пабах, да. Но на деле, когда ребята ходят команды, он очень слабый. Потому что... Да, ты можешь на VR пойти подрезать там дабл-линию в пабе, там... Пойти в соло кого-то убить и просто ловить пацанов в соло. Но здесь, как-никак, хоть какой-то турнир, это фасткап, и люди делают командные действия. И ты не будешь ловить каких-то там сгулявших омников по одиночке. Не будет там Страдары, Шдуфинда, которые будут играть просто под Т4 твоим. И подставляться никто под связки не будет. То есть, если в пабе на это забивают, да, пофиг VR-ка. Главное, там, не нафидить ей, а подставиться под связку можно. Опять забирают Феникса. Уже три персонажа повторяются в пике. В прошлой игре у них еще был Лерик, но он теперь в бане. И кто-то еще. В общем, в любом случае, есть уже два оранжа в команде Hope to Win. Ну и Феникс может поставить хорошее яйцо. Мы это видели в прошлых играх. Будут ли контрить? У меня просто чувство дежавю. Пики похожи, а команды разные. Так, берут, берется у нас Сайленсер. Как я понимаю, это будет, нет, это будет Керри, Сайленсер. Если это еще Саппорт, Сайленсер будет точно. Дежавю. И Тим Предактор. Что будут брать себе на четвертый пик? Им нужен хороший оранжевой саппорт. И Керри. Пока что не раскрывают они все карты, не хотят показывать своего Керри. Вот хороший оранжевой саппорт. Есть Тармор, есть Чайленсер. От Пушлини хороший. И он именно будет стоять в миду с Шэдоу Финдом. Против Виндрейнджер. Прекрасно, прекрасно, я считаю. И выиграется этот мид просто в сухую. 10 секунд remaining. Остается 10 секунд. Пятый бан от команды Hope to Win. 5 секунд remaining. Даже не знаю какой здесь керри, нужно банить банить герокоптера. Очень нравится мид пик команды Team Predators. Банит антимага. Но антимагу здесь нужно слишком много фармить, антимаг сейчас не заходит в мету. Просто потому что сейчас игры больше 40 минут редко идут. Сларк, противный скользкий персонаж, которого сложно убить. Ну... И чем ответит Team Predators, чем же будут убивать Сларка? Возможно, здесь стоит даже взять Джиггернаута какого-то. Хотя Сларка он так себе убивает, но... Есть еще Шэдоу Финд, который может убивать Сларка. 10 секунд remaining. Посмотрим, кого возьмут на керри роль команда Predator. Predaторы. И... Есть резерв тайм, еще минута 30. Есть огромное количество времени, чтобы подумать и придумать этот пик. Продумать каждое действие в игре. Не каждое, но хотя бы начальное, куда они идут, что делают. Думают, проходит 30 секунд. Не знаю, кто никого здесь пикнуть. А я сейчас просто посмотрю, как команды идут на Старладере. Ну, видно, команды новоиспеченные. У одной команды 2-0. И... У другой команды... 5-0. Ну, пока что обе команды без прогреша, хоть и матчей у них сыграно очень мало. Думают, все еще над этим персонажем Team Predator. Кем же убивать Сларка? Нужно, капитан вылетел. 5 секунд remaining. Медуза. Ну, я не знаю, как она будет справляться со Сларком, но... По идее... Должны они как-то справляться со Сларком. Подключается у нас... Верка, Шедоу Шаман, Феникс. Классический вылет... 2-6 героев отжимается на скновенная пауза по месклику. И мы опять начинаем ждать... По-моему, не было еще ни одной игры, которую я комментировал, где не стояла бы пауза в начале игры. Просто каждую игру становится пауза. И что ж... Рубос играет у нас на Медузе. Никита играет на Шедоу Финди. Йопт играет на Личе. Плей БМ играет на Омни Найте. Алонзо опять играет на Фениксе. Долин играет на Винрэнджер. Т7 играет на Сальнистри. Рокки играет на Спитер Брейкере. Ди играет на Сларке. И Ай Сэй Вью играет на Шедоу Шамане. Ну что, ждем пока опять подключится ВР-ка. Еще отключается и Братрум. Подключается ВР-ка. По очереди парни выходят. Ну а мы можем пока что порассуждать. Если затянут игру Hope to Win, то... Скорее всего, его проиграют. Я не знаю, как будет Сларк справиться с Медузой. И как Медуза будет справиться со Сларком. Мне кажется, Сларк не будет вообще пробивать Медузу. Хотя он настилит себе статов и пойдет. Но тут еще есть ССФ. Есть кому, в принципе, Брат Сларком. Мне кажется, в лейте, конечно же, пик посильнее Hope to Win. В мидгейме, возможно... Опять же... Нет, в лейте у Предаторов сильнее. Я не знаю, если честно, у кого здесь в лейте. Но я знаю точно, что в мидгейме пик сильнее у Предаторов. И на стадии лайтинга то, что... Среду Шаман Саленсер Саппорт и Братрум Харт. И... Это... Братрум, в принципе, получит свой левел. Правда, он гангать мид не будет. Мне кажется, здесь ошибочно ставить Братрумов в Харт. Должен был играть на Саппорте, получить второй левел и ходить с ВР-кой. И просто убивать центральную линию. Разговаривают у нас о школе ребята. Пишет то, что сейчас 11 часов. По МСК сейчас только 8. И... Ждем Братрума. Ждем мы Братрума. Уже долго довольно-таки стоит пауза. Продолжение следует... Продолжение следует... Ждем мы пока пауза отожмется Наконец-таки заходит у нас спиритбрейкер в игру Наконец-таки готовы у нас команды Да, отжимают паузу И разбегаются по линиям Купает у нас смоук сайленсер Отдает вард Баратруму И Здесь спокойно сларк уходит на верхнюю линию Не будут они пятером собираться Идти в чужие леса Или возможно будут, но без сларка А иначе зачем так рано был куплен смоук Я не понимаю Смок, кстати, теперь стоит 50 золота Правда, там теперь огромный кулдаун на покупку И расходится у нас команда предатор на линии Ну, на верхнюю руну подходят они все Будут отжимать верхнюю руну А how to win решают тоже пойти на верхнюю руну Баратрум будет стоять и пытается, будет пытаться забрать нижнюю руну Так, ставится здесь опсвард Понимаю, что стоит на миду опсвард И Имеется Также обсервер у сайленсера Феникс начинает обходить А, нет, у нас уходит свой Свой уютненький хардлейн Забирает баунти Сверху и Верка забирает В миду Ну, снизу Пойдет она мид Ломают опсвард на миду Было очень очевидно, что здесь стоит вард Просто подошел в наглую лич И сломал, и поставил вард И Верка все это видела Ставит у нас паузу Умнинайт Пишет, что лагает И Отключается от Этой игры Shadowfiend Проблема у нас Последняя игра за день выходит Но Что же, бывает, бывает Ждем, пока Shadowfiend зайдет в игру Нарисует, что Варатронг Пойдет По такому пути Почему-то у меня опять эффекты феникса Находятся где-то вот здесь вот Что-то мигает Ребят команда Hope to win Ждем, да, здесь стоит Что интересно Пока что у меня на этом миду Возможно, когда сейчас подойдет лич И будет нахорошивать ВР Здесь подходит В мид Shadowfiend И будет также пытаться выиграть мид Или же уйдет На верхнюю линию Мигает на Shadowfiend Обожаю паузу в начале игры Переподключился Shadowfiend Я прекрасно понимаю парни Потому что я сегодня тоже играл в пабе И сервера просто жутко лагали Откроем статистику На битвотинг Здесь уже имеется один крип Штолуфин, да, Зенайный И дела у меня немного хуже, чем были в прошлой игре Никто ему не помогает Только сейчас он не на это выстакивает ему леса Странно, что не лич Лич бы принес больше пользы И всего одна душа У Штолуфин, да, вот уже две Три имеется У ВР-ки осталось одно танго У Штолуфин, да, еще имеется фласка Чтобы откилиться Забирает также и Одного из двух дальних крипов Начинает нахорошивать ВР-ка Дается 30 скилос фэпу И как бы он здесь не умер Может отъехать Штолуфин, есть у него еще фласка Но первый скил очень мало дамажит на первом уровне прокачки 14 дамаж, который я вообще не чувствую Собирает с койла крипа Крипа, имеется у него уже 5 душ Все отлично у Сларка Топ-1 в карте, никто ему не мешает Здесь экспедиция Феникс, второго уровня он А Братрум тоже второго уровня Опять ставится пауза Выходит Братрум Из игры и Что ж, опять пауза Все мы любим паузы Все любят паузы Кроме меня Теперь подключается он с Братрум Надеюсь, что больше Никаких лагов на сервере не будет Не хочу, чтобы эта игра растягивалась просто на миллион лет Нажимается пауза Тем временем СФТС опять Набрать души И 7 душ имеется Убирает кипа в эркам 8 душ Молк сейчас собираетесь в эрку Койл И винран Не попал Вовремя включил винран Проблема мог быть сейчас у Саленсера Но нету КЛА Хорошо Заслонил он их с собой Стрелу Это как раз таки помогло Ужить Шедлфинду Отлично сыграна Плейбэем И Отхиливают Шедлфинда Здесь перекрил Чтобы Братрум ушел Медуза Ну да Медузи просто не мешают Керри стоят Просто фрифармят И суть, что здесь есть вард И Перекут Уминайт Он идет Ломает Не хватает У него нет вранжевой атаки Идут здесь Чекает Ну здесь Просто классический вард Классический вард на руне В начале игры Который дает вижен Нижней руны Да Здесь Великое, что здесь есть вард Прошел у меня Сюда Прочекал Здесь нету варда Соответственно Прошел Прочекал сюда Здесь нашел вард А Теперь Так пройти можно Ну Я не знал Теперь Здесь все обходится Ничего ломать не надо Здесь также Есть дорожка Которую можно слезть Не хватало Чтобы еще Сюда Как-то Деревья вырубили Просто дорожку сделали А по-моему Здесь и сделали Да Похоже Здесь действительно Сделали дорожку Может здесь Как-то Странно Широко Деревья стоят В общем Это нужно пойти Еще в лобби Зат Если Здесь Такает Айсейвью Для своего Витера Возможно И уже Дуфинда Уже имеется 13 крипов Возвращается Он в группу Крипстату Расстос Шалкивает Омнинайт Обратум Разбегается Наша Дуфинда Останавливает Разбег Здесь Улетает Сверху Феникс Красивый Суд Медузы Очень мне нравится Тем временем У нас Ничего Пока что Не происходит 0-0 Очень Спокойная Игра Не привыкли Мы с вами Наблюдать Спокойные Игры Здесь Напрягает Сларка Феникс Здесь Спокойно Стоит Бератру Не должно Быть У него Никаких Проблем Никак Его Не напряжет Тут Медуза У Сф Уже 15 Крипов Правда Это На 5 Креп Меньше Чем У Верки Но В общем Примерно Идут Примерно На одинаковом уровне Играют Команды И у Кири Крипстат Различается В 3 Это Так себе Различие У мидеров Так же Хотя Вот такое Начало У Шедуфинда Было То Что Вообще Крипов Не Подпускали Можно Сказать Что Он Пока Что Выигрывает Мид Тем Более 12 Денаев У него Да Еще Стак Так Что Он По-любому У него Будет Больше Творца Чем У Верки Стак У Верки Стак У Меньше Есть Еще Стаки Какие Нибудь Нет Стаков Больше Нет Здесь Тут Под Своим Тармом Пеникс Уже 5 Тауэром Мендузом Спокойно Фармит Скупает Семег Глаз Оф Хейст Какие-то Смоках Выходят Хоп Ту Вин Есть Сайленс На Феникса И Если Повесить Сайленс Свой Тритив Скил На Феникса То Они Убивают Его Потому Что Феникс Не Сможет Иначе Отменить Свой Карлс Дрейв Да Умирает Здесь Феникс А Нет Птичек Но Умирает Убивают Феникса На Топе Здесь Уверки Уже Все Плохо Виндран В1 Шиклшот 2 Повершот В3 Играет Без Ультимейта По Итам У Сларка Уже Есть Shadow Амулет Квати Shadow Blade У Медуз По всей Видимости Брать Медас Так Shadow Fint Shadow Fint Имеет В Ravebend Вводится Салентир Я думаю Всего Убивают В общем Имеет В Ravebend И Боттл И Сапог Лич Имеет Новый Fire Fire Magic Vend И Сапог Ничего Не имеет Кроме Манго И Кроме Танго Помни Night Здесь Была попытка Выйти В мид ВР Но Она Просто Ушла С Виндраном Имеется У Феникса Транквилы Здесь У Виндрэнджер Который Град Без Боттла Физы У Сайленсера Сапог Синтри У Братрума Уже Есть Урнам Похоже Он Сминсер Shadow Blade Нет Только Shadow Амулет И Раста Сапог Две Веточки И Захил Маны И ХП Здесь Приходит Уминайт Помощь К Фениксу С ним Активирует Shadow Fintarkin Руну Дает Кайлы Кайлы Откатываются Еще Тычку Еще Тычку Койл Но Не попадает Койлом А мог бы Забрать Здесь Заблочили Спаун Феникс Чтобы Он Не фармил Лес Что Интересно Потому Что Действительно Много Б Феникс Выводилось С этого Пула Крипов Теперь За Харлайнеров Постоять Просто Так Приятно Если Крипов Просто Находится Где-то Здесь Ты Подходишь Начинаешь Фармить Этот Кэмп Каких-нибудь Эйдов Фениксов И Других Персонажей Которые Могут Фармить Лес Это Очень Приятно С драк Сфера Вообще Теперь Игра Очень Веселая Ты Просто Подходишь Сюда Кидаешь Судей С два Щитка Уходишь Сюда Кидаешь Щиток На себя Фармишь Этот Возвращаешься На линию И Там Фарма Чуть ли Никакой Кири У тебя Получается В общем Очень Приятно И стал Играть За Драксиром Ставят Паузу В полете Феникса Очень Красивый Поезд Застыл Уходят У нас Камера Ставится Пауза От Баратрума Видим У него Опять Лагает Он Умер На Меду Гангау Сеф Возможно Я Это Пропустил Ставится Пауза И снова Пауза И снова Ждем Пишет Баратрум TeamSpeak Problems И да Действительно Правило Есть Правило Слишком Много Проблем У команды Hope To Win На Сегодня Просто Целая Куча Проблем Конец Таким Паузит Отменяет Здесь Феникс Бабератрум И за Паузой Его Убивают Или же Шедо Шаман Хекс Поймал Феникса Паузы Только И Из-за Этого Просто Он Поймал Надеюсь Что Пауз У нас Больше Не Будет Иллюзий Прилетай Феникс Снова В топ Здесь Все Печально В Шедоуфиндом Но Не По Крепстату По Хитпоинтам Только Здесь Ходит В 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 Урона Даркфакта Прошел Подходи Задающего В 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 Хороший Колымок Умирение Салит Умирает Здесь Место Братрум Также Умирает 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 Братрум Хороший Чайник Но Он Улетает Крипов Сейчас Чайник Крипов Полетел Нет Туманы На Первый Скилл Есть Стики Должны Стики Должны Взять Стики Убивать Брат Давай Узай Стики Убивай Нет Он Идет Тычкует И еще Тычку Лич Лич Давай Давай И второго Тоже И этого Не попадает И Что Это Происходит Седает У нас Firefire Трипл Килл Покупает Себе Лич Миндас Делает Трипл Килл С одной Авто Атаки За ним Братрум Не успевает Он Сагарь Крипов Вот Если Сагарь Крипов Когда Прижал Братрум Возможно Они Его Седена Или О Господи Что Сейчас Только Что Произошло Лич Сильнейший Авто Атака В мире 72 Урона Здесь Накидывают Птичек На Сларка Будут Сейчас Убивать Снова Феникса По Таймингу Таймингу И Забирает Забирает Также Феникса Смелее Миндас Очень Хорошее Приобретение Отлича Будут Теперь Деньги На Варды Всегда Нападение На Медузу Вешается Братрум Также Результов Нет Нет ТП Вот Только Сейчас Начинает Бэшиться Медуза Все Время Танкует Здесь Должен Сейчас Умирать Братрум В любом Случа Медуза Выживает Братрум Умирает Хотя Наводился На Крипов Но Чужие Крипов В принципе Были На Топе Он Будет Разбежаться На Топ Но Он Это Не Сделал Возможно Начинал Разбегаться Просто Из-за Каст Тайма Разбега Да Здесь И Смелется Каст Тайм Разбега Он Не Смог Это Сделать Ставится Опсы Сентри В Интересное Место Раскидываются Птички Снизу Что еще Ошиваются Братрум Вместе С Сальнцером Здесь Проблема Сальнцера Долфин Проходит Смоках Отходит Сальнцер Разбегается Братрум Остается Сальнцер И тот Просто Умирает Сейчас Должен Забирать Ему Шедо Финт Начинаем Топочится Тычка Тычка Не успевает Не долетает Миллиметр И уходит Сальнцер Господи Как же ему Сейчас повезло Как же ему Сейчас повезло Забирает Тем временем Террин Тавр В топе Команда Хоп Туин Накидывает Феникс Своих Друзей На Сларка И Братрум Все еще Бежит на Феникса Отмен Разбег Забирает Миназом Крип Активирую Рукин Руном Финт Рейнджер Здесь приходится Фармить Стаки Штуфин Же Уже Зафармил Стаки И Казалось Здесь Стаков Много Больше Было Сделано Саппортом Чем Близ Светом И Сейчас После Фарма Этих Стаков Мы С вами Посмотрим ГП Четыре Маленьких Крипом Спокойно Фармить Без Каких Небо Проблем Хорошо Связывают Здесь Суду Финдай Большие Проблемы Отлично Отыграл Глин Вешаться БКБ Может Из-за БКБ Краски Уйдет Отхилился Должны Не отхилился Похилить Его Да У нехилы Но БКБ Все равно Хорошо Повесил Убивает Здесь Ларка Захиливает Себя Уминает Хорошо Влетает Чайник Как хорошо Больно Летает Чайник Дабл Кил Уже Сделал Медуза И Лещ Лещ Идет До конца Или Не пойдет Нет Не пошел Лишь До конца Берет Тем временем Сайлент В нижнюю руну Ну и Конечно же Размен В пользу Предатора Они потеряли Всего саппорта И своего Мидера В то время Как Хоуп Туин Потеряли Своего Керри Своего Мидера И своего Саппорта Так Графики Были в сторону Хоуп Туин Нам сейчас кажется Что все это переменится И Опыт Был В титанстве Не предаторов И только Будет наращиваться Своим Мущество По опыту Да Лишь Увязать Мидатик 1500 Солота У него Сверху В 2 В качестве Найс Армор И Шудоуфин Ходит Фармит Лисам Стаков Лич Разбирается С крипами Оставляет Шудоуфинду На душе Не трогайте Маленьких Крипов Подумаю Пойду Ко я лучше Вбить Кого-нибудь Заберу Проблемы Но Ниферный свет Хорошо Ставится Яйцо Все Бьют Шудоуфинда Никто Не Был Отвечено Яйцо Взрывается Стань Воротрун Воротрун Умирает Крепопили Себя Одной Могли Подопили Еще Вер Умирает И Также Лич Неплохо Сыграл Силенсер Подходит Сюда Шудоу Шаман Один в один Хардлайнер Саппорта И Лучше Даже Больше Золота За Лича За Его Мидаса Берет Шудоуфинтру Заходит Сларк В инвиз Видели Его Как он Проходил В инвизе И Вот Заканчивается Шудоу Блейд Шудоуфинтру Утимейт Вешает Аркчип С этого Сларк Повелся Вешает Аркчип На Ални Найт Стояло Два Апса Не те Ворды Бегут За Сларком Но Не догонят Конечно Что Что Было Оставлено Два Апса Это Очень Печально Сразу Два Бежит Братрум На Шудоу Финда Без Ультимейта Видят Здесь Сларка И Братрум И Проблема Сейчас Огромная Шудоуфинда Навешается Сайленс Должны Сейчас Захиливать Шудоуфинда Но Нет За Глобал Не получает Это Сделать Хорошо Связывает Смеча Уминайта Уминайта Нас Не Репел Умирает Лично Крендав Чайник Никто Не дал Свои Здесь В это Время Просто Медуза Кого-то Развалила Соленова Начинает Фармить Варды Посмотрим На Закуп Персонажей Нет Сейчас Еще умрет Феникс Вот Посмотрим Имеется Медас И Основа Деллинки У Медузы Яша Аквила У Шудоуфинда Медас Глимер Кейп У Лича Кстати У Феникса Тоже Есть Медас Кутсов Спит Стики Имеются У Омни Найта Майл Шторм У ВР Мека У Сайленсера Так Еще Есть Урна Обер Клап У Братрума Арчид Шедоу Блайт У Сларка И Вроде Все Интересного Больше Ничего Нету Забирать Просто На Авто Атаке Шедоуфинд Центральный Тавер Будет Забирать Его Братрум Не получается Особо не были Медеры Саппорт Наравне С Братрум И вот Феникс Умеет Преимущество Над двумя Саппортами Только Из-за своего Медаза Ну Братрум Не имеет Преимущества Над двумя Саппортами Здесь У медузы Персиверанс В скором Время Это Появится Линкам Это Превратится В Линкум Будет Делать Ветра Феникс Сразу Четыре Птички Феникс Валя Этот Кэмп Зайца С Ларком В Шидоу Блэйд Будет Заходить Чужие Леса Видит Он ДД Нет Не видит ДД Видит Медуз Который Фармит Но Мне кажется Хотя Актив Повесил Медуз Не включит Свой Щит Просто Понимает Что Отдает И Умирает Бежит Дворот Он На Этого Крепа Думаю Что Изменили Первый Скилл Что Теперь Он Диск Напали На Также Феникс Умирает Еще Феникс Нет Ничего Не Меняли Разбирают У нас Хоп Уин Наверное Боте И Сплетит У нас Что Фин Тауэр Натопим Вбирается Боте Довольно Быстро Забрали Здесь Даже Еще Не Приступали Заходит У нас Тот Адвам Будет Ходовать Здесь Прячется Уминай Дай Сбилип На Т1 Нужно Забрать Тебы Геродил Здесь Смартами Сбираются Бам Заверши Глип И Нам Быстрее Будет Последить Пуш Комана Хоуп Туин Прилетается Феникс Прилетает Сюда Шедоу Агетт Прилетает Сюда Феникс Шедоу Финджи Приходит Пешком Пешком У него ТП Нет Маны На Утимейт Нужно Будет Ему Отхилиться Забрали Два Тавера Хоуп Туин И Будут Заходить На Рошана Пока Что Делают Просто Все Верно Будет Рошана Бьет Всеми Любимые Баги Реборна Которым Можно Определить Кто Бьет Рошана Кто Не Бьет Рошана Девушка Там Есть Или Нет Все Эти Баги Давно Знают И Вольвы До Сих Пор Не Фиксит Когда Там Играешь За Какого Ни Брат Трума Ты Просто Видишь Здесь Так Вкруг И Удары Эмбера Фисты Крепам Идут Понимаешь Что он В лесу Даешь Изформация Своей Команды Увидеть Убиваете Эмбера И так Просто Со множеством Способностей Но Рошпит Это Просто Это Отдельное Сатанинское Место Где По-моему Туман Войны Вообще Не Работает Здесь Просто Какие-то Молнии Летают Постоянно Вообще Любые Скилы Видно Там Фистуры Шейкера Могут Появиться Забирает К себе В карман Шдов Интергенерацию И Собирается У нас Команды На миду Пытаются Поцепить Ясэпом Мидеем БКБ Синий Поседает Сларк Вешается Сайенс Прожимается БКБ Будет кастовый Ультимейт Кастуется Ультимейт Хороший Ультимейт Хороший Ихой Начинает Развальц Команды How to win How to win Действительно How to win Виз Гайс Просто Изничтожают Тремя Ультимейтами Вот он Вот про что Я говорил Какой сильный Мидеем Команды Предатор Какой же Заходит Под саленц Увязывается Три Ультимейта И все Разваливаются Даже не было Чайника Еще Просто Не было Чайника Их Развалили Просто В щи Сразу Графики Уходят Вверх По золоту Команды Предатор И конечно Жива Упыта Тоже Попал Вверх Приходит Дисларк Но Мне кажется Больше Сейчас Нафидит Если Поеду Накого Вешать Абсолютно Дениксом И погонится Дин Дин Должны Гнаться Но Почему То Не Стали Этого Делать Возможно Нужно Было Дать Второй Койл Дабы Забрали Свар Как Мне кажется И ничего Непонятно Из этой игры Просто Ничего Кто сейчас Выиграет Кто Проиграет Не ясно Двадцать шестая Минута Уже Я удивлен Что Играю Убер Уже Двадцать Шесть Минут А Пушно Всего Два Тир Два Таура То Это Было Сделано За Последние Минут Две Начинают Пушировать Центральную Линию Слетается Просто Одвать Песенажа Начинают Ее Средить И Шедоуфин Тоже Будет Сруной Невидимости Может Он Сейчас Зарвать Какого-то Сайленсера Кстати Имеется У него Мека Дуправляется Линкау Медузы БКБ У Шедоуфин Дам Покупает Себе Поинтбустер Лич Будет Делать Себе Что-то Из Чейнмейла И Ring Оф Хил Оминай Появляется Юла У Феникса Также Поинтбустер Появляется У В 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 Появляется У Сайленсера Баратрум Все Еще Ходит Сурной Повышен ПТ Сайленс Также Опять Привязывают Привязывают Сларк Феникса Его Здесь Сажают Делимер Собирают Себе Потому Шел Блэйд Шаман Ставит Яйцо И Очень Плохое Лицо Прибегает Сларк С Аркейн Руной Отсвестовый Брагон Ультимейт Лича Связывает Его И Опять Его Хоптит И Второй Замес Подряд Не будет Ультимейт Лича Также Так Сларк Застыл Старк Умирает Разваливаются И Сделал Своё Дело Башни Башни Броклит Остается Одна Выжившая Медуза Радианс Топ Тауэр И В 2 500 преимущества Выходит Команда How to win Почему-то мне просто хочется назвать их How to win Не знаю почему И Пушируем Терадиент Тауэр Рисует Что-то Сэф Чем-то Он недоволит Рассказывает Свой Команде Ну и Конечно Очень Сейчас Много Появляется Усларка Появляется У него Также Башер Более у нас ничего не происходит на карте Здесь его зафармили Снизу лежит баунти И Зря Мне кажется Нажал Фениксовый ультимейт Нужно было Переждать Аегис Потому что Аегис Действительно Зарешал Если бы убили Старка Все было бы Просто отлично Но Второй раз Убивать его было нечем Еще там И Сэф Быстренько Законтрил АВР В общем Грамотно Играл Отыграли Hope to win Ребята Молодцы А вот И первые Башики Пошли прокать Вот опять Лич подставляется Не дает ультимейт Ни в кого Здесь Ребята Из How to win How to win Нажимают Смок И идут Штурлиса Ребят леча Ребята Умирают лечу Умирают лечу Семь смертей И буду 5-10 2-2 Тауэр Получили Залеча 600 Нет Еще У него Аганима Будем Ставится Варды Также Фокус Путать Рейджер Путать Откидывать Финис Птишки Нагрил Крипов Но Товар Семь Заберут Рейдинс Мидл Тауэр Сфор И Пытаться Запармить Эти Варды Шедов Финит Еле Еле Пытаются Иллюзии Убивать Китапульту Рошан Появится Через Минуту Дополнительного Времени И Должны Собирать Хоу В Тувин Рошана И Просто На Тига Что-то Рисуют Да Говорят Что-то Забирать Сларка Нужно Будет Его Обходить Пока-что Не поняла Аидиса Нужно Забирать Его до Аидиса Как контролить Очень мало Контроля У команды Предатор Возможно В этом Проблема Паргают Паргают И Паргают В Паргают на победу hope to win играет имеет хороший шанс на победу в этой карте просто норовит мне постоянно назвать эту команду должен сталкивать сар ваше интересное огромное количество стикер вашей такой весь нарушки прыгает сладь кручу вставку боясь и феникс и все из-под него разбегаются все из-под него разбегаются зарпаливает команду hope to win в принципе есть шанс конечно да ладно я начал делать вывода еще тычку нужно сделать сзади хорошую взятку убивает тычку тычку что есть мисс и что какие-то нету выйдет последнюю тычку и хилится и уходит и вышли в плюс 200 золота для тебя команда предатор здесь выжили том-то дело что золото получили мидер и керри а здесь шедуфинт умер был потрачено яйцо опять очень плохо было поставлено яйцо очень долго у нас уже идет эта карта покупает себе сильный рейдж сарк еще и будет сумма невидимости не отбирается в конце концов шаман будет подсыпать цельного рошана не помогает да саша на и старку и ну не получилось развести насыпали в медузу дальше есть феникс и буду заходить сейчас на рампу ребят команды hope to win будут заходить на последний черного товара сверху разбегается да уже братом на топ для того площадку для этого все стягиваются наверх тп имеется у виндрейнджер надо идет пешком с саленсером 20 на душа всего осталось аж и долфин да И тут по топу у нас Hope to win Спокойно ли сам Когда вы его в площадку Он перед заходом на хг Он будет как-то убивать т2 И только после этого Заходить на хг имеется у них аэгис Т2 конечно сильно мешает Ставит сюда опс Который теперь дает нормальное количество вижна Тртест тает аж до сюда И сюда это флако по тб Разгоняет Финдом быстро фокус на шедоуфинт Прижимается бкб Приходит баш И хорошо нажимается Ну и смарт Смарт не убивает шедоуфинта Убивая здесь еще параллельно И салится на шедоуфинт И салится на шедоуфинт И убивает Шедоуфинт Да я спала Который обещает быть долгой Прибирает что же ману Людей А Судоуфинт Коричневый цвет Платик от скотцов Наконец-то он его дофармил И теперь будут сплитить Холк ту вин В 2бкл с ССФ Потратил Много золота Сейчас что будет делать Если у него манта бкб И фармится у нас Нижняя линия Иллюзиями шедоуфинта Сплитит Сплитит Выфармливает лица Будет получать артефакты И связывают здесь шедоуфинта Хотя нету связывают В старом патче Мне кажется Связало бы Так что эти 2 градуса решают Хотя он был здесь Так что Нечем его было связывать Успел отойти Если бы убили Сэппу После байбэка Могли бы Забирать Имеется уже у медузы манта И почти скади Не хватает И 200 золота За скади Как раз таки Вот ее на 200 золота Сейчас находится Прямо здесь Но не накажут ли За этот скади Сейчас медузу Приходится ларк На перевес медузы То есть поставим Пробивает слегка И не пробивает Связывается манта Потратил Ставится яйцо Строхое яйцо Никто не будет Браться под этим яйцом Неплохо станет Неплохо станет Неплохо станет Слайцом Потратили почти все ресурсы Но В итоге получили Преимущество Зачем были Преюзаны Смуки И наконец-то теперь Есть у Медузы Скади Курьер чуть не умер Доставляю Дополнен вустер на базу Так что могло Оторжиться Это скади Очень повезло Что не было Второй птички Курьером И вот Чайник с агонимом Сделал много дел За месяц Ударов Десять я точно слышал Есть у сладка Ничего Пока что не появляется Есть у него 5000 Оставляет на Байбэк И Кликс Копнует сверху Вид еще Баунтеруну И Видно Тоже хочет Купить себе Скади Оставляю Видно на Байбэк Или же Срайт кликом Сразу Скади Хочет себе взять Есть разлитов ЦВРка На крип Покупает себе Скади Сларк Просто Одной кнопкой Доставляет И 3000 ХП Сларк И Устыкнул Наконец Скил Лайт Гейм Это Одна Из тех Немногих Немногих Игр Которых Действительно Лайт Наступает Так Напал Напал На реча Опять Укрепляет Каппорт Поднимает Увидим Сила Нет У него Сибирейджа Уходит Но здесь Пытается Уйти Прожимает БКБ Прожимается Ультимейт Но замедляет Здесь Скади Умеется У него Еще Сибиря 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 Был Гем Кого-то Я видел Гем Кого-то Я видел Гем Да Гем Феникса Ум Комодов Редатор В бой Хорошо Он появляется Тем временем Феник залетает Поднимает Его Сибири 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 Всего Дал да нет будет ходить на рошана или не знаю для рошане будут пушить тир-2 на боте медуза уже очень очень сложно с ней драться пусть домашнего не так много связан здесь сейчас крипом дайвера гем-гем-гем-гем почти забрал кайлами вешать на леча тот же выживает и это похоже минус страна копяется у нас строение на 6 кп таура но это не поможет чем-то поможет начинать забирайте вертолу варака тысячу и санитра могут забрать браке на границе правильный сальто связывается деревом и продолжает просто обновление бараков забрали одну линию отошли кликают на рошан то что появился рошан сейчас пойдут заберут рошана и будут заходить на вторую сторону речь молодец что успел дать чайник здесь вязается рунной регенерации от шедо фенда вот так забрать рошана что минута рошан уже очень сильный вот не тесная сухой силы бьет рошан на трех часах играть так испугается через рошана забирает фенгс себе сыр бабочку медуза уже с мкб собрала себе критые маилл шторм бкб вр к и откроем это мы линка скади мкб манта мидас у медузы сф пт бабочка манта бкб а из аквила речь аганим мистик став мидас калимир кейп бутсов спид он мне найт играет с меккой и арканами до сих пор феникс шива и уламе да сыр гем транквилы вин рейнджер же у нас вин рейнджер у нас мы видели там криты мейнджер мал шторм только мал шторм без мейнджера уссален церамека сапог до сих пор на сорок седьмой минуте тем временем заходят предателем т2 на топе форта смеется бкб основание на кералсу братрума очень нужно играть с этим и форстаф геймер арканы уши душа ман сердце под сферком просто наберут свой звук и тебе видам по графикам уже до 3 и 7000 по эксперт хотя особо никогда не проигрывали медуза медуза вешать на нем и бкб просто нагрузил шкурт с эгисом может стоить сыро дать медузе вместо медаса просто медасу ложить феникса а чисто дать медузе кажется так было бы правильней но и кстати уже ломают последний унитазы крипы шаман динает башню у нас под поездку в этом году да и лай и пока гвардинг жилы просто шоссе для команды это смарт вырывается яйцо умирает дг пишут люби команды hope to win и мы поздравляем команду предаторов с победой делали отлично отлично приятное было смотреть подравляем предаторов с победой на этом фаст 5 отлично сыграли предаторы вообще отлично как люби команды youtube ну а с вами был фастер верлайт спасибо что смотрели сегодня меня и до скорых встреч до свидания новых встреч до встречи Продолжение следует...